Всем привет! С вами Ольга Фернова, моя огородная азбука. Еще раз о поливе томата, потому что эта тема большая, нужно осмотреть ее со всех сторон. Вот вчера я выложила два видео. В первом видео я рассказывала, что режим полива томатов, он очень разный, зависит от фазы растения, фазы развития, от возраста. Если до цветения полив должен быть умеренный, то во время цветения и плодоношения полив должен усилиться. В три раза увеличиваем количество воды, и потом, когда у нас кисти нальются, мы снова снижаем количество воды, и полив должен быть сокращенный. Во втором видео я рассказывала, как я высчитываю с капельным поливом, сколько поливать воды. И вот сейчас я хочу рассказать, как часто нужно поливать томаты. Потому что вчера я говорила несколько раз, полив должен быть обильный, но редкий. Редко, но сильно нужно поливать. Так вот как редко? Через сколько дней? Вот сейчас у меня томаты как раз в той фазе, когда полив должен быть очень-очень обильный. Они цветут, они плодоносят. Вот это фаза самого усиленного полива, потому что для томатов нужна вода для формирования плодов. Но если мы начнем их поливать часто, это будет только минус. Снизится качество плодов, и вообще возможность заболевания фитофторы. Сухая земля в теплице, это как профилактика фитофторы, даже можно так сказать, что нет сырости, нет грибков. Все. Как я поливаю? Вот я поливала последний раз 3 июня. 3 июня. В то время я как раз снимала видео, и в то время я добавляла в полив фитоспорин. Это была вроде бы как и профилактическая обработка почвы от фитофторы. И полив я все совмещала. Вылила две бочки 200 литровых. Вот сейчас прошло неделя, даже чуть больше, я не помню сегодня какое, то ли 10-е, то ли 11-е число уже сбилось с этой жарой. И всю эту неделю у нас стояла жара. 30-32 градуса. Жарище неимоверное. В теплице было очень-очень жарко. Но я вчера заходила и показывала вам, что томаты у меня не крутят листья. Они хорошо себя чувствуют. Вот сейчас я зашла, 9 утра, и никаких явных признаков нехватки влаги нет. Значит, редкий, но обильный полив. И вот как в моем случае, раз в неделю, раз в 7-8 дней будет достаточно. Сегодня я снова полью томаты. Вот запомню сегодняшнее число. И приду их поливать только через неделю, 7-8 дней. Это очень удобно для нас, огородников, потому что я здесь на прошлой неделе все пропосынковала, убрала лишние листья, сейчас полью. И всю неделю я буду спокойна. У меня чистая, остриженная, политая теплица. Томаты должны расти сами по себе. Я сюда не буду касаться. Ветерок дует, они качаются, опыляются, завязываются плоды. Вода, которую я залью, будет наливать эти плоды. Все будет идти своим ходом. Все. Вот я считаю, что этот режим полива раз в неделю, даже в такую жаркую погоду, это вот оптимальный вариант. И нам хорошо, и им хорошо. Но я не могу сказать, что все делайте так. Еще раз повторю, все зависит от конкретных условий, от вашего региона, от вашей почвы. Если действительно вы живете в какой-то, может быть, пустынной местности, в Степной, где у вас все высушивается, может быть, вам нужны более частые поливы. Но чаще всего, вот по своему опыту знаю, что это люди, это люди сами думают, что нужно помидоры поливать чаще. А чаще им не нужно. Им достаточно раз в 7-8 дней. Еще раз повторю фразу, что редкие, но обильные. Если я сейчас вылью бочку, ищу одну бочку, 400 литров воды, я увлажню хорошо, но почва-то будет сухая, она просто туда вглубь уйдет, и там, где корни на более глубине, чем поверхность, там будет все влажно. И они будут доставать, ведь корни томатов проникают на 30, 40, даже 50 сантиметров в глубину. Они эту воду там все равно найдут. И вот видите, сейчас 9 утра. У меня листья такие у томатов, ну как свеженькие, они не скручиваются, даже те, которые тонколистые, все чувствуют себя хорошо. Я сейчас полью. И вот на этом закончу этот разговор, сейчас включу полив. Я делаю так. Раз, вот теперь я уже даже с поливом приспособилась, я поняла, что раз в 7-8 дней, это нормально. Раньше я делала так же, только я заходила сюда со шлангом. Раз в неделю, в 7-8 или 9 дней, в зависимости от погоды, я приходила, заливала теплицу полностью, чтобы вода проникла везде, вот туда, вниз, вглубь, все дорожки заливала, все, и потом неделю вообще не заходила. Но, конечно, это зависит от погоды. Если будет дождливая, сырая погода, пасмурная, если будет прохладно, то даже не через неделю, а через 10 или, возможно, через 12 дней я сюда приду. Но вот сейчас у нас жара, и говорят, продержится еще долго. Когда на улице 30, здесь больше 40, сегодня буду вешать маскировочную сетку для притенения на теплицу, потом покажу вам. И вот пока что раз в неделю. Раз в неделю оптимальный вариант. Чаще я поливать не буду, даже в такую жару. А вы должны смотреть сами по своей ситуации, насколько быстро у вас высыхает. Но вы не смотрите, что земля у вас сухая. Туда, вглубь, посмотрите дальше, может быть там влажно, и не надо лишний раз лить воду. Еще раз повторю, что если много воды, томаты будут немножко водянистые, и, возможно, немножко кисловатые. Портится характеристика сорта, и даже сорт, который заявлен сладким, может быть кисловатым, с кислинкой. Все, с вами была Ольга Чернова. Это вот про редкий, но обильный полив. Как часто нужно делать? Я делаю раз в 7-8 дней. Если вы боитесь, поливайте чаще. Но наблюдайте за мной, и вы посмотрите, может быть, вам такой режим полива тоже подойдет, и попробуйте на будущий год. Все надо испытывать на себе. То, что я говорю, что вот мне хорошо, вам, может быть, и не очень хорошо, а, может быть, подойдет идеально. Спасибо. Спасибо.